Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! Хочу сегодня немного рассказать вам о своих планах, что я планирую шить в ближайшее время. Я себе уже напланировала шить летние легкие платья, также заказала уже ткани, но я не заказываю обычно много тканей, заказываю только то, что мне действительно нравится. Я увидела ткань, это брендовая итальянская ткань, которую я заказала первый раз, мне она очень понравилась, и я подумала, почему бы из нее не сшить платье, но еще точно не решила, в общем, какое платье буду шить, но ткань вам сегодня обязательно покажу. Также нашла другие модели платьев, которые мне нравятся, но еще не заказывала ткани, буду заказывать постепенно, потому что я очень серьезно отношусь к подбору ткани, к выбору ткани. Хочется, чтобы ткань была действительно красивая, чтобы она была качественная и подходила непосредственно к той или иной модели до платья, либо какой-то другой одежды, которую вы шьете. Потому что это очень важно, если ткань вам не нравится, не подходит по цвету, либо она не подходит непосредственно к какой-то модели платья, то и носить потом не хочется эту одежду, либо то платье, либо брюки. В общем, поэтому очень серьезно всегда подхожу к выбору каких-то тканей. Также все ткани, которые я вам показываю, все из чего я шью, все ткани я покупаю сама, заказываю здесь в Польше. У меня есть интернет-магазины, в которых я уже заказываю достаточно давно, проверенные интернет-магазины, которые мне нравятся, у них очень хорошие качественные ткани. Есть интернет-магазины, которые я долгое время ищу, смотрю ассортимент, затем уже что-то заказываю. В общем, довольно-таки тоже такой долгий процесс. Все, что я показываю, в общем, это не реклама магазинов ткани, это все, что я покупаю и выбираю сама. То, что мне действительно нравится, то, из чего мне хочется шить, да, шить платье, либо шить какие-то брюки. Иногда, конечно, сложно выбирать в интернет-магазине, хочется поехать, посмотреть, но когда я выбираю через интернет, то, естественно, ассортимент больше. Можно посмотреть в разных интернет-магазинах. Я также сравниваю ценные, смотрю состав тканей, плотность. В общем, очень хорошо, что у нас, например, во всех магазинах, в которых продаются ткани, написан всегда и состав ткани, и плотность ткани, и производитель, процент усадки, что можно сшить из этих тканей. Очень много информации, да, пишут магазины о том, в общем, о тканях. Поэтому меня это, конечно, очень устраивает, как человека, который имеет не так много опыта, да, в пошиве, то для меня это действительно очень важно. Я смотрю, например, какую модель платья я хочу сшить, естественно, я смотрю, какая ткань больше подходит к платью, да, состав ткани какой должен быть. И тогда уже, естественно, ищу ткань, либо наоборот, если мне какая-то ткань, как я уже сегодня рассказала, какая-то ткань очень понравилась, то я тогда уже думаю, что бы я могла сшить из этой ткани. Значит, что еще хочу сказать по поводу интернет-магазинов, в которых я заказываю ткани. Я уже как-то писала тоже, ну, есть у меня на канале просто видео, в которых я показывала, делала обзоры тканей, которые я заказывала здесь, в Польше. Ссылки на магазины можно найти внизу под видео, потому что меня часто спрашивают даже те, кто уже живут здесь, в Польше, где я покупаю ткани, где заказываю. Также в Инстаграме мне пишут, в Инстаграм даже я писала как-то, делала пост о том, какие ткани отправляют в Украину и в Россию. Потому что многие не знают о том, что есть, например, вот доставка из Польши в Россию и в Украину. Я не знаю, как сейчас, возможно, в условиях пандемии, возможно, что-то поменялось. Но раньше можно было заказать ткань, например, из России в Украину, ой, из Польши в Россию, да, либо из Польши в Украину. Так что хочу вам показать, в общем, ну, сегодня тема, да, не о интернет-магазинах тканей, а тема о планах, что я планирую шить, поэтому покажу сегодня, в общем, ткани, которые ко мне пришли. Их немного, как я уже сказала, я заказываю только то, что мне действительно нравится, потому что сегодня, например, мне нравится эта ткань. Я могу, знаете, завтра и подумать, что вот, ну, что-то не то, да, не очень она мне нравится все-таки. Нахожу какие-то новые расцветки, красивые ткани и не могу сразу вот так вот определиться, да, потому что мне нужно, чтобы какое-то время, да, прошло, и я была уверена, что действительно мне эта ткань нравится, и только после этого я ее заказываю. Я думаю, что у многих, наверное, так. Если у вас как-то по-другому, да, напишите. Но я после того, как заказала ткань, сшила из ткани какую-то вещь, и она мне не подошла, как я уже рассказывала, по цвету, поэтому для меня теперь это такой, ну, серьезный вопрос для того, чтобы ткань действительно была хорошей, и затем нужно, и затем, чтобы можно было с удовольствием носить сшитую вещь. Итак, давайте начнем. Я покажу, в общем, ткани. Если такие, такое видео тоже такого формата вам интересны, то не забудьте поставить палец вверх. Если будут вопросы, то пишите в комментариях. И первая ткань, которая у меня тут лежит сверху, это белая хлопковая ткань, но с добавлением, по-моему, эластана. Я решила заказать вот такой небольшой отрез, здесь получается 50 сантиметров. Я хочу сшить воротник, белый воротник по выкройке grasser. Выкройка у меня уже очень давно лежит, еще с прошлого года. Я просто не знала, из какой ткани сшить, у меня не было подходящей. У меня сначала, я думала, сшить, возможно, из эко-кожи, но мне хочется, чтобы воротник все-таки был белый. Возможно, я закажу потом для этого воротника еще кружево, либо схожу, просто подберу, куплю, не знаю, посмотрю, какое. Но, в общем, я думаю, что лучше идти вот с отрезом ткани и уже непосредственно к ткани выбирать кружево. Либо сделаю именно тоже из этой же ткани. Мне очень нравятся вообще вот эти воротники, которые сейчас, да, модные, тоже есть разные формы воротники. Очень красиво смотрятся вообще на платьях, на свитерах, на жакетах. На мой взгляд, тоже так элегантно, по-своему как-то вот стильно. Поэтому я хочу, в общем, шить такой воротничок. Я думаю, что я его в любом случае найду с чем надеть. Можно как и с платьем, так же и со свитером. У меня есть черный свитер, который вот, ну, я думаю, с воротником он будет намного красивее смотреться. Поэтому, как давно планировала, решила все-таки, что сошью такой воротничок. Тем более, я хочу шить платье. И я думаю, что он идеально, мне тоже подойдет этот воротник к платью. Потому что я уже в Пинтерест посмотрела очень много разных красивых воротников. На мой взгляд, все-таки очень стильно, классно. И вот такой аксессуар, да, который вот как-то делает образ более интересным. Поэтому шить его тем более несложно. Можно самому даже построить выкройку. Но я пока попробую по выкройке Грассер шить. И затем, возможно, сама построю выкройку той формы воротника, вот которая мне нравится. Поэтому, значит, ткань на воротник, я не знаю, я не знала, какую заказать. Думала, может быть, заказать лен. Была более плотная тоже ткань. Но и также цвет, конечно, белый, он отличается. Потому что, если вы заказываете либо чисто белый цвет, вот он идет с таким голубым оттенком, да, либо есть вот белый цвет, но он с таким немножко бежевым оттенком. Потому что нужно тоже, я думаю, такой теплый более оттенок, либо холодный. Нужно также выбирать по цвету, смотреть, например, какой одежде, с чем вы планируете носить. И также выбирать ткань для пошива воротника. Очень красивые есть также воротники из таких тканей, вот в цветочек. Очень много, конечно, красивых воротников. Хочется вот повторить, сшить что-то тоже такое оригинальное. Потому что такой воротник вы не купите в магазине. И, на мой взгляд, стоит, конечно, сшить такой воротничок. Тем более, шьется он довольно-таки просто. Вот, значит, дальше. Следующая ткань, с которой я планирую сшить платье, это платье Chelsea с сайта Wikisuse. Я давно уже на него смотрю. Мне очень нравится модель этого платья. Я также посмотрела готовые, уже сшитые платья. И мне очень нравится, как оно сидит на фигуре. Подчеркиваю, талию такое летнее легкое платье. Я как раз заказала ткань. Это стопроцентная вискоза. Тоже ткань такая довольно-таки легкая, красивый. Принт яркий, такой насыщенный. Красный. И здесь даже он такой не яркий, ну, красный, да, получается. И белые цветочки. Очень красиво. Мне кажется, что как раз вот для такого летнего платья тоже есть очень много в таких красных тонах. Мне понравились. Еще мне понравилась также ткань. Она была синяя в белый горох. Тоже мне очень понравилось. Но я почему-то решила все-таки выбрать вот эту вот в цветочек. Потому что я уже решила, что я буду покупать, да, вот черную ткань, которую покажу дальше. Которая тоже в горох. И подумала, что лучше все-таки взять вот такой вот цветочный летний принт. Как раз вот для такого легкого платья. Поэтому буду шить платье Челси. Выкройка у меня уже есть. Я ее распечатала. И думаю, в ближайшее время тоже, когда буду шить, запишу обязательно видео с пошивом. Покажу вам, что у меня получится. Покажу платье, да. И также, если вы тоже планируете шить, то подписывайтесь на канал. И я запишу, как я уже сказала, видео с подробным пошивом этого платья. Я думаю, что отличная модель платья как раз на лето. Из легкой, вот такой летней, летней какой-то яркой ткани. Значит, следующая ткань, которую, как я уже сказала, которая мне очень понравилась. Я давно на нее смотрела. Это вот такой хлопок. Хлопковая ткань. Итальянская. От бренда Patrizia Pepe. Здесь вот есть даже ихний вот такой знак. Это муха, наверное, да. Сама ткань, получается, идет черная в белый горох. Вообще, очень мне нравится горох. Я уже шила как-то белое платье тоже в черный горох. И мне очень оно нравится. Вообще, очень люблю вот такие классические принты. Да, горох, полоска, клетка. На мой взгляд, они всегда будут актуальны. Можно шить вот из таких тканей, с таким принтом. Значит, я хочу шить платье. Я когда увидела эту ткань, мне она очень понравилась. Такой белый горох, да, на черном, на контрасте. И мне захотелось шить какое-то красивое пышное платье. Когда она ко мне пришла, эта ткань, я единственная увидела, что здесь, получается, вот такие есть как белые полоски. Как вроде бы сверху ткань покрашена. Но здесь вот в местах, как вроде бы она где-то вот есть такие места. Не прокрашенные, да, потому что все-таки это, наверное, белая ткань, которая покрашена сверху вот в черный. И принт, получается, горох. Значит, но потом, когда я вывернула на лицо, потому что я как только ее достала, сразу сначала, ну, естественно, непонятно было, где лицо, где изнанка. Но здесь, когда выворачиваешь на лицо, конечно, лицо отличается от изнанки. Сразу видно, что здесь с лицевой стороны все ровно, красиво, все прокрашено. Нету никаких полос, в общем. И также ткань, получается, с лицевой стороны есть такой немножко, как отлив, что ли. Она, ну, отличается вот изнанка. Изнанка более матовая, чем лицевая сторона. Очень красивая ткань. Я думаю, что красивое получится платье. Не только пышное. Вот как я себе все-таки решила, что я буду сшить пышное платье. Я думаю, что даже классическое прямое платье тоже будет красиво смотреться. Ну, и мне кажется, вот в таком принте гороха можно шить, в принципе, любое платье. Летнее, либо это будет вечернее какое-то такое. Либо это будет платье в офис. Как я уже сказала, такой классический, в общем, принт, от которого можно сшить красивое платье. Значит, ткань, из которой я буду сшить первое платье, я хочу его сшить к 8 марта. И у меня будет, в общем, платье на 8 марта. Поэтому первое видео, я думаю, которое вы увидите на канале, я буду сшить вот именно из этой ткани. Обязательно тоже запишу видео с пошивом. Также покажу само платье. Ткань тоже хорошего качества. Она такая достаточно плотная. Здесь получается, по-моему, плотность, точно не помню, но, по-моему, 150 грамм плотность. Хлопка, он немножко, да, мнется, видно. Но 100% хлопок, как бы, в любом случае, да, будет, конечно, мяться. Но мне понравился, как я уже сказала, принт, вот этот белый горох на черном. Поэтому я решила, что, тем более, хотелось заказать вот именно итальянскую какую-то хорошую ткань. Я просто вижу часто на сайте вот ткани, что итальянские ткани есть также других брендов. Но я решила вот заказать, попробовать то, что мне понравилось. Первое, то, что я увидела, и то, что мне понравилось. И я сразу себе представила, что я могла бы шить, например, из этой ткани. Вот. Так что вот такие дела у нас можно заказать. В принципе, ткани разных брендов. Это может быть Гуччи, Луи Витон. В общем, что там еще было. Ну, есть магазины, которые именно продают вот такие брендовые, люксовые ткани. И цена, конечно, у них не дешевая. Но очень красивые расцветки я часто смотрю. Но пока еще не решила заказать, как бы, такую дорогую ткань. Есть очень красивый шелк. Но я думаю, что, возможно, в ближайшем будущем. Я надеюсь, что это видео было вам интересным. Если это так, не забудьте поставить палец вверх. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Также пишите, что вы планируете шить. Также на весну, на лето. В общем, если у вас есть какие-то уже планы. Буду очень рада почитать ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы тоже любите шить. На этом все. Всем пока.